Приветствую вас, прокрастинация, она же лень, это ни в коем случае не какая-то самостоятельная проблема, это ни в коем случае не самостоятельная история, это не корень, это симптом. И симптомы это, как правило, совершенно других, на первый взгляд, не связанных с ленью вещей. В первую очередь, прокрастинация, она же лень, это больше про сильный интеллект. Как это не парадоксально звучит, но про сильный интеллект. Почему про сильный интеллект? Потому что лень, лень, это непринятие человеком того факта, что чего-то я делать не хочу, что что-то мне делать не нужно. То есть, как бы да, я понимаю, что надо, но я не хочу. Вот это вот непринятие человеком того факта, что чего-то я не хочу, не хочу, оно проистекает именно из сильного интеллекта. К сожалению. К сожалению. И как бы вот, соответственно, это является проблемой. Достаточно серьезной причем проблемой. Потому что вы их можете, по сути, игнорировать то, что вам может, условно говоря, чего-то не хотеть. Да, вы можете игнорировать то, что вам может что-то не нравиться, вам может, как бы, ну, что-то может не укладываться в вашу систему ценностей и так далее. Но все это вам игнорировать. Вот. И в итоге вы пытаетесь лавировать между требованиями к себе, вот. Вы пытаетесь именно лавировать между этими требованиями к себе. И тем, что вы хотите на самом деле для себя, в образе говоря. Вот. Понятно, что это постоянная борьба, это постоянная наполненность вашей психики, да. Вот как, ну, как вот, если представить себе, себе наполненный сосуд, да. Вот когда, условно говоря, когда есть вот эта вот проблема, проблема прокрастинации, когда она есть, то человеческая психика в этом смысле, да, она напоминает наполненный такой сосуд, который вот очень сильно наполнен. Вот, да, много-много-много всего. Там много-много-много-много разного, много-много разного всего есть. Вот. Как бы… И это как раз таки является самой такой вот серьезной, как мне кажется, проблемой здесь. Дальше. Посильный интеллект, вместе с тем, влияет еще и на то, что человек пытается все себе объяснить. Во-первых, человек прям пытается все себе объяснить, прям пытается это сделать. И человеку кажется, что есть какой-то способ, способ универсальный, способ уникальный стать другим. То есть в основе лежит не принятие себя, в основе лежит, образно говоря, стремление себя изменить, стремление себя переделать. А это, мягко говоря, путь в никуда, потому что не принимая себя полностью таким, какой вы есть, вы не сможете чего-либо достичь, вы не сможете обрести гормон, к сожалению. Поэтому момент здесь такой, да, вон этот момент скорее всего вам неприятен, но тем не менее. Прокрастинация это следствие внутренней борьбы, прокрастинация это следствие внутренних противоречий, прокрастинация это следствие войны. Когда вы с собой, сами с собой воюете, когда вы сами с собой воюете. И возникает эта самая прокрастинация. Момент в том, что если вы, условно говоря, на нее пойдете, да, если вы увидите, что за ней, если вы посмотрите, что за ней, то вам станет очевидно, что за ней скрывается, по сути, только одно, нежелание делать что-то. Непонимание причин, по которым вы должны это делать. Вот. Но, тем не менее, да, вы себя, условно говоря, заставляете это делать, тем не менее. То есть, вот, как-то есть какое-то вот игнорирование, да, того, хочу ли я это делать или нет. Ну, вот такая вот борьба, получается, отнимает у вас по факту все силы. И я бы сказал, я бы сказал, что это, ну, не мудри, но это нормально, что это отнимает у вас кучу сил, потому что, ну, это же, постоянная борьба. Самим собой у вас происходит. По-другому, ну, по-другому невозможным здесь. Вот. Вопрос в том, хотите ли вы на самом деле избавиться от прокрастинации. Дело в том, что любое состояние, особенно, такое вот состояние, свое состояние длительное, вот, оно имеет свою выгоду. И ваше состояние имеет выгоду тоже. Обратится только в том, какой. Итак, я много лет нахожусь в прокрастинации, пишите, что вы. В каком моменте это началось? Бывают периоды, когда я продуктивно. Когда я продуктивно, наверное, вы хотели написать работу, но это всего пару месяцев в году. А что происходит? Благодаря чему вы продуктивно работаете? Вот снова последний месяц заступает завтра с днём, быть началом новой жизни. Начало новой жизни для чего и чтобы что? Цели какие? Ну и вот снова, выполняя рутинные обязанности, я начну двигаться к своей цели. Не могу. А какая цель? Я уже продумал систему, что именно, что можно заказы выполнения дела, записывать в блокноте баллов, я в конце накопиваю определенное количество баллов, накладываю себя бронзовой, серебряной, золотой медалой. А что эта медаль вам даёт? И что это за цель, за движение которой вам нужно себя награждать? Ну, немножко странная, странная цель. Так мне, наверное, проще будет врать в свободное время зря. А что будет, если вы оботратите в свободное время зря? Вы будете чувствовать, что упустили время? Что будет? Ну вот, не могу сделать первый шаг. Первый шаг куда? Про дождь мне придется продолжаться неделю-месяц, подумать страшно. Может быть, вам не так важна цель, раз вам страшно делать с ней шаг, или не хочется делать с ней шаг. Завтра, скорее всего, день проживу, как обычно. Может, у кого-нибудь есть, действительно верный способ стать другим, чтобы хотя бы сделать первый шаг. Первый шаг куда? Влюбиться не помогает, вдохновиться, пообещать что-то. Алексей, вам нужно, вам надо бы побеседовать более подробно со специалистами, да, с психологом для того, чтобы рассмотреть вашу проблему более подробно. Потому что, то есть, я вам сказал, это общий и наводящий вопрос, а в глубине, как бы, корнем является ваша негативная установка. Вот я повторюсь, вы говорите к своей цели, всё это зацвет. Да? Вы, я надеюсь, не будете, условно говоря, отрицать того факта, что вы как будто бы пытаетесь себя заставить что-то делать. Вот, именно, что пытаетесь себя заставить. Как будто бы. То есть, я не хочу, вообще-то, вообще-то я не хочу делать, но я должен себя заставить. Зачем? Для чего? Для чего? Непонятно. С какой целью вы себя хотите заставить? Что будет, если вы себя, там, условно говоря, не заставите? Да? Делайте. И что это за, образно говоря, цель, который нужно себя заставить? Да? Вот. Я думаю, что на этом, на этом вам имеет смысл обратить свой вопрос, обратить свое внимание. Дальше. Как я и сказал, нет какого-то универсального способа стать другим, более того, вообще стать другим невозможно. Можно измениться немножко. Да, можно. Измениться немного. Можно. Но, у всего есть свои ограничения. И вам эти ограничения нужно постараться, как минимум, принять. Ну. На мой взгляд. На мой взгляд. Стараюсь. Да? Вот. Эм. Такой. Такой. Ответ. Я могу вам постараться дать, с точки зрения психологии. На этом все. В принципе. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы, когда переварите это, то дадите какую-то обратную связь, чтобы можно было лучше понять ваши проблемы и, соответственно, помочь вам. Я же желаю вам всего самого доброго, вот, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.